9 щелковцев, погибших на войне в Афганистане, и 12 оставивших свои жизни в двух чеченских компаниях. Их имена увековечены на памятнике скорбящей матери в сквере на улице Фабричной, на мемориальных досках в учебных заведениях, на домах, где жили погибшие герои. А теперь и на гранитных плитах у входа в щелковский военкомат, откуда они призывались на военную службу. Я уверен, что мы все вместе, отдав память у стен военкомата, открыв эти доски, и дальше также будем воспитывать своих детей. На Россию многие покушаются, и наша задача воспитывать таких детей, которые никому даже бы и не позволили подумать, что на нее можно покушаться. Потому что покой, порядок, мир зависят только от тех ребят, которые грудью встают на защиту своей родины. Поклонам! И сегодня мне хочется сказать слова благодарности матерям, которые воспитали настоящих мужчин. И хочется сказать вечную память героям. Их подвиг будет никогда не забыть. Открытие мемориальных досок пришлось на важную дату для православной церкви, говорит щелковский благочинный Андрей Ковальчук. 6 декабря отмечается День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Достижением великого полководца считается мир и благополучие русской земли. За это же воевали и щелковские парни, будь то на российской земле или на чужой, выполняя интернациональный долг. Правильная это была война, неправильная, нужна она была, не нужна. Мы знаем только одно, что на этой памятной доске офицеры, те, которые не задумывались о том, правильно или неправильно, они шли защищать свою родину. Создание мемориальных досок поддержали семьи погибших, районные отделения боевого братства, власти, меценаты. Сама идея родилась в стенах военного комиссариата. Идея возникла давно, вместе с отделением призыва, и с пенсионным отделением, и с мобилизационным, потому что родители погибших приходят к нам в пенсионное отделение, там и пенсию получают. И хотелось бы, чтобы ребята, которые уходили в армию, видели, не просто приходили, а видели, что их предшественники служили, погибали, защищали. Призывники должны проникаться чувством патриотизма, быть готовыми к защите Родины, говорят в военкомате. Главное, чтобы скорбные списки не пополнялись новыми именами. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».